шалам дорогие друзья мы продолжаем нашу подготовительную серию уроков чтобы потом позднее перейти к посланию к евреям и я вам рассказывал в двух предыдущих трех предыдущих уроках про слово мишкан которое обозначает слово святое место скине и пояснял каким образом господь бог хочет царствовать или присутствовать в среде народа своего израиля через мем мелых или царь шин через шофета или судью через кав через когена или священника через нун пророка не ви пророка и я показывал что в ешуа все эти четыре функции как бы совместились и вторые два урока предыдущие вот этот я посвятил другой теме которая называется скиния давида восстановлю скиния давида падшую амос и потом и яков повторяет эти слова в деяниях апостолов 15 главе почему я выбрал эти два урока про мишкан и про скинию давида рассказать чтобы потом когда мы будем читать послание евреям многие концепты были нам уже просто ясны и понятны и доступны и так предыдущем уроке я закончил тем что рассказывал что в среде израиля царь давид был кем-то особенным и это был человек который принес целую массу перемен и вот одна из вещей мы закончили в прошлом уроке когда разбирали что то скиния которая была построена еще в пустыне ну понятно немножко модернизировалась и когда израиль вошел в обитованную землю она была установлена в колени эфраима и она была установлена в шило до сегодняшнего дня можно поехать и видеть это место где стоял там находит массу в раскопках массу всяких вещей но там она находилась в колени эфраима или ефрема при ефрема сказано ефрем израиль то есть и всем был очень сильное колено в израиле и она иуда израиль и она представляла как бы израильский народ и когда ковчег был вот там у ефрема это было символично что ковчег пусть им его обслуживают исключительно левиты но он находится в среде народа израиля еще нужно учесть одну маленькую вещь колено ефрема было немножко смешанным коленом ну сложно доказать какие-то вещи но ефрем монассия они родились в египте их мама была египтянка на ком они там женились мы тоже не знаем то есть это вот как бы контакт образный такой иллюзорный контакт пророчества когда израиль соприкасается с язычниками и берет чего-то чтобы потом вернуть то есть и даже через вот эти вот человеческие связи вот эта связь с язычниками она там и сам наблюдается израиль не всегда он такой как бы чистый 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 да наоборот господь допускает и в эти вещи написано про детей лота от своих дочерей что никогда не войдут в наследие господня но в родословии машиха есть и маовитянка и аммонитянка то есть есть вот эти вот пересечения и вот у ефрема у ефраима в колени в этом очень сильно это видно но давайте вернемся к давиду на каком-то этапе давид чувствует господь укрепляет его царство и что делает царь давид он говорит я хочу перенести ковчег в иерусалим скине моисея та которая там была построена пускай там остается а ковчег мы перенесем в иерусалим давид собирает своих друзей они идут в шило берут ковчег и торжествуя возвращаются в иерусалим на каком-то этапе ковчег наклонился мы читаем про эту историю и о зауза на иврите он подбегает ковчег вы хочет его поддержать дотрагивается и падает мертвым давид испугался оставили там ковчег ближайшем доме в шоке давид получает серьезнейший урок на всю жизнь он понимает такую вещь другу можно доверить много чего другу можно доверить машину другу можно деньги доверить управление хозяйством другу только нельзя доверить две вещи ну жену нельзя доверить другу и вторую вещи нельзя доверить другу ты не можешь друга ставить туда куда господь бог запрещает ставить обслуживать ковчег господь призвал левитов ауза он друг его и он хотел друзей поднять ну вот что получилось, царь Давид через какое-то время слышит, Господь благословил место, где находился ковчег. И тогда он все делает правильно, он берет левитов, они начинают петь, танцевать, левиты несут ковчег, и он поднимается в Иерусалим, устанавливают. И здесь царь Давид делает очень интересную вещь. Он созидает какое-то поклонение там, очень мало материала на эту тему. Но это уже было не совсем то, что было в Шило. в Силуаме, там, где в колене Ефрема, где был ковчег до этого 300 лет. Здесь было другое. И что делает Давид? Во-первых, он царь, который только-только-только воцарился над всеми коленами. До этого он был в Хевроне сколько-то лет. А здесь он переезжает в Иерусалим и он знает, что может быть любое восстание там, кто-то будет претендовать на что-то, и где-нибудь в Дане может подняться царь. Что делает Давид? Он делает Иерусалим центром поклонения. И он призывает всех израильтян приходить по тому, что сказано в Торе, в законе Моисея на три основных праздника в Иерусалим, чтобы они приходили в Иерусалим. И здесь им устраивали, были прославления левитов, и там были песни, трубы. Но все израильтяне, не только колено левее, каким-то образом туда, ближе к ковчегу подходили. Я не думаю, что они смотрели на ковчег. Запрещено это было делать, но они шли туда. И что это делало? Первое, что это делало, это обогащало казну. Они приходили в Иерусалим, там тратили очень много денег. И это была налоговая схема, которая просто усиливала царство Давида. Второе, было невероятно эмоционально, когда весь Израиль собирался вместе. Но кроме эмоций, там присутствовала еще одна вещь. И царь Давид, и как я уже сказал, возлюбленный Господом, хоть он очень много странных вещей сделал, и кровь человеческую проливал, и грехов сделал очень серьезных, он был очень близок к Творцу, индивидуум такой. Сегодня таких нету. Время индивидуумов закончилось, я думаю, с Иисусом, с Иешуа. Но царь Давид был вот один из таких индивидуумов. И что он делает? Царь Давид пророческий пишет песни. И в Писании вы можете найти целый ряд песен восхождения. Их называют на иврите Шир, песня, Хаммаалот. Маалот или Лаалот, это подниматься. Иерусалим, он сам по себе является как бы духовным центром и вершиной мира. И вот поднимаются в Иерусалим с песнями, но каждая песня заряжена пророческим смыслом. Я вам хочу разобрать одну песню. Большинство людей, зная эту песню, обычно любят ее танцевать. Все знают эту еврейскую мелодию. Генетову, Манаим, Шевет Ахим, Ла-Ла-Ла-Ла-Ла-Ла. То есть все танцуют, хорошая песня, суть ее немножко поглубже, чем просто танец. 132-й псалом. Песнь восхождения Давида. Давид пишет ее для людей. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. И дальше, когда он говорит, братья, подразумевает не только в одной семье братьям, не только в одной общине братьям, а все 12 с колен. Он их побуждает идти в Иерусалим. И он говорит, это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Аронову, стекающий на края одежды его, стекающий на бороду Арона и на одежды. Вы знаете, Арон это первосвященник. Елей – символ Святого Духа. По сути, Давид здесь иноязычно говорит о другом, могу сказать даже такое резкое слово, параллельном Аарону или Левитам посвящении или служении Господу, священстве. То есть он говорит там, в Шило, там поклоняются в Скинии Леви, Ароны, дети Ароны и Левиты, одно племя. А здесь мы, как Арон, как Елейна Бородина, то есть мы тоже устраиваем какое-то священство. И здесь он дает некоторые детали этого священства. Он говорит, как краса Ермонская, сходящая на горы Сионские. Ибо там заповедовал Господь благословение и жизнь вовеки. Я попытаюсь разобрать слова Роса Ермонская. Что значит Ермон? Или на иврите есть такая гора, которая на иврите называется Хермон. И она на севере Израиля находится, граничит вместе с Сирией. По преданию, именно туда сошли ангелы в книге Еноха. По преданию, именно там, вот написано в Новом Завете, преобразился Ешуа. Там было Филиппова Киесария. То есть, это какое-то мистическое место, близкое к небесам. А Роса в Исаии есть такое выражение, что Господь изольет Росу, а Роса, она воскрешает мертвых. То есть, по сути, здесь Давид дает такую вещь. Он говорит, когда народ Израиля, все 12 колен, не только левиты одни, а все 12 колен восходят в восхождение в Иерусалим как братья, то есть, забывая межплеменные обиды, это высвобождает такого уровня священства, которое сопряжено не только с поклонением Богу, но с провоцированием Господа Бога на излитие Росы, которое совершит воскресение мертвым. Вот это вот мысль, которая здесь присутствует. То есть, что-то странное, мощное, совершенно другого уровня. Но очень интересно понять, что вот там вот было спроецировано вот это вот концептуальное скиние Давида с новым священством, с какими-то силами века грядущего намного более интенсивными, чем то, что было в шило в колене Ефраема в скинии на протяжении трехсот лет. Что интересно, Давид умирает и Соломон устраняет все это, строит храм. На самом деле, какие-то элементы откровения отца он оставляет в храме. Мы знаем, что сделал Соломон, чего не было в скинии. Он добавляет притвор язычников. То есть, Соломон уже видит, что должна быть связь интегральная Израиля не только с Господом Богом, но и с язычниками. Свет для народов. Исайя 49 глава. Вы будете, Израиль, светом для народов. Язычники должны приходить туда ближе. Хоть Соломон не знает каких-то деталей, хотя в Петра сказано, пророки исследовали грядущие времена и очень много чего понимали очень четко. Не знали, может, в каких нюансах оно было, сливаться будет. Но вот саму схему, как Давид все это делал, там в храме Соломона не оставили. И храм Соломона функционировал тоже как скиния. Но то есть, какой-то элемент от Давида он взял, а что-то оставили, как бы вернулись назад. Так я понимаю вот это местописание для чего? Потому что Соломон понимал, Давид как особенный дал почувствовать людям вкус чего-то грядущего. Но еще не время. И вот такое служение проходили сотни лет. Храм был разрушен, потом опять восстановлен во времена Нееме и Езры. И вот Господь Иешуа пришел, совершил то, что совершил, проповедовал Израилю, был распят за грехи народа, был погребен, воскрес из мертвых. И вера в Иешуа животворительная, воскресение, силы, она концентрируется в среде народа Израиля. И мы читаем в первые века только в среде народа Израиля. Исключительно в среде народа Израиля. Никому даже не передавалось это. Но на каком-то этапе Господь открывает двери язычников. Петр, побуждаемый духом, идет в Корнилию, потом в Арнава, потом Павел, потом остальные. И язычники начинают приходить к вере. Сначала понемногу. С этими можно было что-то делать. Ну вот пришел язычник, грек или там из Асии, турок. Он пришел, что с ним делать? Его учили еврейским обрядом, делали ему обрезание, благословляли, погружали его в воде. И он становился иудеем, потому что вера в Иешуа это было одним из направлений иудаизма, то есть человека делали иудеем. И он становился как весь Израиль, только волосы у него были может быть не природного там какой-то блондин был с Новгорода. Но на каком-то этапе этих блондинов, этих греков, этих азиатов, римлян стало приходить так много, что еврейские апостолы не знали что делать и они стали молиться. Произошли несколько кризисных ситуаций. В деяниях апостолов в 15 главе мы разбираем их и тут написано, что некоторые пришли из иудея и говорили обрезайтесь по Моисееву обряду и не спать то есть прошли какие-то там уже заминки и это показывает, что было много кризиса. Апостолы собрались вместе, стали молиться, рассуждать. Петр сказал свою версию, Павел свою версию, но подбил черту Иаков, родной брат Иешуа, Иаков, И он говорит, мужи, братья, послушайте, вот Симон, Петр, Шимон, Петр, все объяснил вам и с ним согласны слова пророков, как написано, потом обращусь, я читаю 16 стих 15 главе, и восстановлюсь, киню Давида падшую, то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, и он добавляет, чтобы искали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий и все сие. Иаков чего-то усмотрел, он, как все в Израиле, теолог, знал вещи, связанные с Давидом, с его видением, когда 12 колен, но среди них, возможно, смешанные люди, или как Соломон делает притвор Соломона для язычников, то есть делает место для язычников, чтобы они заходили туда, он понимает, что то, что делалось во времена Давида, во времена Ешуа, случилось совершенно в другой ипостаси, что вот он, священник по чину Милхиседека Ешуа, а скиния Давида, это когда к Богу через Ешуа приходит Израиль и остальные народы поднимаются и высвобождается сила воскресения из мертвых. И что здесь мы видим? Во-первых, он утверждает модель, которую провидел царь Давид с тенью Давида, мессианскую модель, в которой царь, первосвященник, в которой пророк и судья, это одна и та же личность Ешуа, а мы там в скинии в этой, как два священствующих образа, две группы людей, одни иудеи, другие нет, эти по-своему живут, эти по-своему взаимоуважают, смотрят вверх, но когда вот это взаимоуважение и смотрят вверх происходит, высвобождается сила Святого Духа, и мы читаем, что Святой Дух вот после вот этих апостольских постановлений просто накрывает Европу и за 30-40 лет суперязычество искореняется, люди обращаются к вере в единого Бога, монотеистического Бога Авраама, Ицхака и Якова, то есть свет, сила, когда есть взаимоуважение между этими двумя группами людей, когда одни иудеи, верующие в Ишу, а другие язычники. Очень напоминает картину обычной семьи, когда в семье есть папа и есть мама, есть дети, когда в модерных семьях есть только два папы, детей нету, или когда есть только две мамы, детей нету, то есть когда одинаково они не рождают ничего, разное рождает, но суть сейчас не про это говорить, а про то, что выстраивается какая-то небесная конструкция и в послании к евреям на эту тему много размышлений Господь, Он и Машиях, и правосвященник, Он и судья, Он и тот представитель и мы приходим к нему. Вот вещь, которую я хочу вам донести про эту скиню Давида как в преддверии того, что мы потом будем разбирать в послании к евреям. Итак, мы закончили четыре урока, два про Мишкан и два про скиню Давида и изучили какие-то вещи духовные, которые Писание подготавливает, показывает, чтобы мы могли убедиться, утвердиться в той ипостаси и мощи, которая присутствует в том, за кем мы идем, за тем, кого определил Господь Бог, Иешуа о Машиях, наш Царь и Спаситель. Желаю вам всем благословений от нашего Царя и Мессии и потом мы продолжим еще наш урок. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин